Ас-саляму алейкум, рахматуллахи ва баракату, дорогие братья и сестры. Задаю следующий вопрос. В последнее время стало популярным заниматься йогой. Что говорит ислам по этому поводу? Занятие йогой подразумевает занятие целиком практикой йоги, вместе с ее философией, вместе с ее идеологией. К сожалению, йога — это не просто упражнение, это не просто физическая гимнастика, это идеология, которая противоречит убеждению мусульманина. Это философия, которая внушает человеку достижение божественной сущности, божественной новосовершенства, что крайне противоречит убеждению мусульманина. То есть это философия, которая размывает границы между рабом и его создателем. Если человек занимается целиком и полностью йогой вместе с ее философией, вместе с ее идеологией, вместе со всеми ее убеждениями и ищет в этом успокоение, решение своих каких-то проблем, этот человек жертвует своим иманом, жертвует своим убеждением. Поэтому йога противоречит исламу. Согласно мнению некоторых ученых, если человек практикует из йоги только упражнения физические, отрывая их от ее философии и идеологии, то в этом случае это не будет йогой, это будет гимнастикой. То в этом нет ничего страшного. Но так как наша религия и сунна нашего пророка, саллиллаху алейхи васаляма, нам всегда запрещает заимствование и уподобление чему-нибудь языческому, то лучше всего эти упражнения тоже искать из какого-нибудь другого вида спорта и укреплять свое здоровье таким вот образом. А для тех людей, которые считают, что занятие йогой даст им душевный покой, какое-нибудь духовное развитие, я бы предложил бы им изучить свою собственную религию, изучить молитву в нашей религии, особенно в пятикратной молитве и в поминании Всевышнего Аллаха. Достаточно того, что приводит человека к душевному балансу, душевному спокойствию, духовному развитию. Поэтому цените, дорогие братья и сестры, то, что нам Всевышний Аллах, как наш Творец, как наш Создатель, дал нам в руководство. И не ищите успокоения и блага в чем-либо ином. Да сохранит Всевышний Аллах нам нашу веру, наше Единобожие, наше убеждение и простит нам всем наши грехи. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.